Прошедшая неделя не была богатой на чрезвычайные события и происшествия, что, собственно, может быть и неплохо. Тем не менее, были некоторые интересные моменты, о которых стоит поговорить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На прошедшей неделе в Уфе прошел аж международный форум операторов по обращению твердокоммунальных отходов. На самом деле это была рекламная акция двух ассоциаций этих мусорных операторов в России. Причем самый главный мусорный оператор, я имею в виду ассоциацию этих операторов, пожаловался Хабирову на то, что башкирские операторы по обращению ТКО злостно не вступают в эту ассоциацию и не платят взносов. Хабиров прямо, как говорится, онлайн тут же повелел вступить в эти ассоциации. В общем, это был совершенно такой корпоративчик заинтересованных лиц. Главным событием, на котором случилось заявление одного из безвестных замов министра экологии Российской Федерации, о том, что Башкортостан безусловный лидер в области реформы обращения твердокоммунальных отходов. Я не знаю, под воздействием каких напитков, препаратов или впечатлений этот господин сделал подобное заявление, но тот шквал обращений, которые мы имеем сейчас по поводу ужасной ситуации с вывозом мусора в республике, абсолютно не говорит в пользу вот этого заявления. На следующей неделе мы выйдем в один из районов Башкортостана и снимем то, как на самом деле обстоят дела с вывозом мусора и в маленьких деревнях, и в крупных населенных пунктах, есть ощущение того, что, конечно, это не успех, а провал. Пристально и с нарастающим раздражением я слежу за тем, как ведется пиар-компания ради Хабирова в республике Башкортостан. Выборы все ближе, и те ляпы, которые позволяют себе его пиар-службы, становятся все ярче и чаще. Дело в том, что то, что попадает в эфир из-под пиратом или из-под микрофона госпожи Прочаковской и господина Мурзагулова, ну иначе как вредительством в последнее время назвать нельзя. Ярким примером этого является то, как освещался визит Хабирова в Училы на прошлой неделе. Одной из целей поездки Хабирова в Училы была инспекция хода программы «Башкирские дворики». Напомню, что «Башкирские дворики» это такая программа, где много-много миллионов рублей выделяется на благоустройство дворов, потом на эти деньги там сооружаются какие-то площадки, рекреационные зоны, и счастливые жители бегут голосовать за Хабирова на выборах 8 сентября. Задумка была такая. Ну, в основном, конечно, деньги похищаются, никакие дворики не строятся. И вот в Училах случился казус. Здесь что вы планируете делать? Это реализованный проект. Хотели показать то, что сделал на данный момент. А вот тротуар, что-то делаете? Тротуар, там маленько были вопросы по финансам, но я думаю, что в ближайшее время... Кирилл Юрьевич нам замечание сделал, мы это уже учтем. Он как приехал, сразу же первый раз к нам пришел. Освещение есть здесь, да? Освещение есть, было видео наблюдение. А и детская площадка, мы же договорились, детские площадки, делайте мягкую. Вот он нам замечание сделал, Кирилл Юрьевич. Ну, это мы делали в прошлом году все, до этого. Переделываете тогда вот здесь? Это будет переделан, да. Хабиров выходит в этот двор. Там рассажены торжественные сорушки с заготовленными речами благодарности любимому руководителю. Но Хабиров, оглядевшись вокруг, вдруг спрашивает, а что вы здесь собираетесь делать? И совершенно не смутившийся мэр Училов говорит, а мы тут уже завершили проект. Это завершенный проект, Радий Фаридович. В общем, конечно, дальше повесила драматическая пауза. Но дело не в том, что вот произошел такой казус и такая вот нелепица, а в том, что все это попало в эфир. Госпожа Прочаковская, бегавшая в этот момент вокруг с микрофоном, зачем она вообще бегает с микрофоном, непонятно. Видимо, сама мелькает в кадре, потому что технически это делается иначе. Так вот, госпожа Прочаковская, ничтоже сумняшесе, запускает это все в эфир. В эфир БСТ, в эфир ГТРК, и в интернете повсеместно этот ролик гуляет. Вообще, это, конечно, чистой воды вредительство, которое в последнее время все чаще и чаще допускают и Мурзагулов, и Прочаковская. Ну, непрофессионализм этих обоих граждан уже давно известен, но теперь уже какое-то прямое вредительство. Кроме всего прочего, за миллиард рублей наш Башинформ вообще уже обнаглел. Вчера, например, стащил у меня фотографию с моим авторством и разместил у себя в информационном материале. Ну, это, ребята, наглость. Я, вообще-то, как бы не разрешал вам пользоваться этой фотографией. И, дорогой Артемушка Валеев, к тебе лично я сообщаю, что я постараюсь подать в суд на вашу, значит, богодельню, потому что за миллиард рублей в год вам было бы прилично попку отрывать от кресел, а не вести себя вот так, как вы себя ведете. Еще одна новость про радио Хабирова на прошедшую неделю – это то, что его включили в черный список организации «Миротворец» на Украине за то, что он посетил Донбасс с официальным визитом. Пожалуй, стоило бы рассказать, что такое «Миротворец», потому что, действительно, не все пристально следят за событиями на Украине и вообще не знают некоторых деталей. «Миротворец» – это некая полуобщественная, полугосударственная организация, которая следит за теми, кто потворствует и способствует развитию сепаратизма и терроризма на территории Донецка и Луганских народных республик. Тех, кто деятельно либо идейно продвигает идеи раскола Украины и прочее, собственно, кто туда попадает в этот список. Туда попадают непосредственные террористы и сепаратисты, которые с оружием в руках занимаются вот этими делами и противостоят законной власти на этой территории Украины. И попадают те общественные и публичные фигуры, которые, так или иначе, либо высказываясь, либо посещая, либо каким-то еще иным образом поддерживают вот этот сепаратистский террористический режим, который установлен на этих двух территориях. Хабиров, посещая Донецкую республику и встречаясь с ее руководителями, конечно, официально подтвердил свою позицию в отношении этих сепаратистских проявлений на Украине и вот закономерно попал в этот список миротворцев. Что будет дальше? Ну, по сути, ничего не будет дальше. Конечно же, Хабирову будет запрещен въезд на Украину официально, это понятно. Но, кроме всего прочего, существуют еще некие другие последствия попадания в этот черный список миротворец. Как правило, определенное количество людей, которые там числятся, в последующем теряют право на посещение европейских стран, входящих в шенгенскую зону. И вообще, конечно, возникают некоторые проблемы с попаданием за границу, некоторые санкционные воздействия, скажем там, с имуществом, капиталами, которые у этих людей имеются за границей и так далее. Я не знаю, попадет ли Хабиров в список людей, которые будут поражены в правах в Европе и вообще в западном мире. Я не желаю ему этого, конечно же, но, тем не менее, подобный риск существует и подобная вероятность есть. Давно мы не говорили о долевом строительстве и проблемах обманутых дольщиков. Сегодня поговорим. Тем более, что повод есть и повод весьма себе грандиозный. Я имею в виду попытку ареста господина Комлева за его проделку в Миловском парке. Напомню, что господин Комлев обвиняется в тяжких преступлениях. Во-первых, он обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах. Во-вторых, он обвиняется в всевозможных махинациях с деньгами дольщиков. То есть, очевидно, что существовало нецелевое расходование этих средств. Сумма, о которой идет речь, это 2 миллиарда рублей. А количество пострадавших может быть где-то в районе 2 тысяч человек. В общем, конечно, грандиозные деяния и не были пресечены должным образом все прошедшие годы. Хотя уже года 3 назад были все основания для того, чтобы всерьез браться за эту фигуру и начинать разбирательство и уголовное преследование. Однако, по загадочному стечению обстоятельств правоохранители нашей республики 3-4 года не торопились этого сделать, позволяя господину Комлеву всячески скрывать, прятать и перепрятывать свои активы. В итоге, вот сейчас его арестовали и буквально на следующий день выпустили. Суд не счел возможным держать этого злодея в застенках по той простой причине, что статьи, которые вменяются депутату, кстати говоря, Комлеву, являются исключительно экономическими, а нынче в России модно по экономическим статьям не лишать свободы до суда. Ну да ладно, в принципе, не будем кровожадничать и не будем требовать немедленного водворения Комлева в застенки и предания его всевозможным унижениям и оскорблениям. Однако, хотелось бы понять, собственно, в чем дело. Господин Комлев уже давно по факту не принимает участие в деятельности Миловского парка, потому что предприятие банкрот и уже много-много месяцев подряд идет какая-то непонятная возня в попытке восстановить эту стройку. Вроде бы, казалось бы, зачем нужен Комлев. Однако, информированные источники сообщают мне о том, что, оказывается, господин Комлев де-юра не обладает практически никакими активами, за ним там одни долги и какой-то ржавый ленд-круизер, а вот достаточно изобретательно созданная система аффилированных лиц и привлеченные родственники обладают весьма ощутимыми активами, в том числе они готовы выступить в качестве истцов к самому Киостроинвесту с целью получения каких-то задолженностей, сформированных за долгие годы работы в кавычках господина Комлева. В общем, получится так, что во время банкротства именно родные аффилированные лица господину Комлеву получат подавляющую часть того имущества, которое еще осталось в активе этого предприятия. То есть, фактически, все вот это награбленное вернется обратно в те же руки. Кроме всего прочего, ряд активов выведен на прямых родственников, а с женой Комлев срочным образом развелся, с той вот знаменитой мадам, которая была главным раздражающим таким фактором. Ее инстаграм в этой турбазе Киостроинвест, все вот эти вот гламурные фоточки и прочие, значит, излишества. Так вот, они развелись, и имущество, которое ей досталось теперь до июра, недоступно для дольщиков. В общем, конечно, судя по всему, мы многого не знаем о том, в каком имущественном состоянии находится господин Комлев и его близкие. Мы можем предполагать о том, что это имущество никоим образом не достанется дольщикам, а значит, не попадет в массу, которая может быть использована для решения их проблем. А тем временем в Миловском парке ничего не происходит. Первоначальная идея о том, что арест Комлева мог быть неким там отвлекающим маневром для того, чтобы успокоить дольщиков, на мой взгляд, несостоятельна. Первоначальная идея о том, что арест Комлева мог быть каким-то отвлекающим маневром для того, чтобы успокоить на какое-то время дольщиков Миловского парка, в связи с тем, что ничего не происходит, ничего не меняется в их судьбе, и предпосылок для этого становится все меньше. Однако, эта версия на самом деле не устояла, потому что, во-первых, Комлева отпустили, и дольщики, кстати говоря, среагировали крайне резко на эту историю. Они-то понимают, что и с моральной, и с финансовой, и с любой юридической стороны, конечно, Комлев преступник, который должен понести наказание и должен ответить своим имуществом. Однако, Комлева выпускают. Соответственно, причина вот этого всего ареста, вот этого наезда Следственного комитета, наверное, в другом. Мы будем очень тщательно и пристально смотреть за этим процессом. Очень не хотелось бы, чтобы этот процесс превратился в процесс Филиппова-2, в том смысле, что вот это вот размазывание, растаскивание, затягивание и прочее, в процессе которого исчезают все активы, перепрятываются все деньги, и в конечном итоге никакого результата. Хотелось бы, чтобы и Следственный комитет, и другие правоохранительные органы поработали с господином Комлевым и его окружением достаточно более интенсивно, скажем так, чем это случилось с Филипповым. Если говорить в целом о том, что произошло в области долевого строительства в последние пару недель, ну, учитывая там вот эти майские праздники и прочее, то на самом деле не произошло ничего. То есть ни одного серьезного события. Совершенно незаметно мимо нас прошло то сакральное 15 мая, в которое были обещаны опять, значит, какие-то схемы, опять какие-то дорожные карты, опять были обещаны, значит, все вот эти вот обещанные обещания переобещать, ничего не случилось, никаких существенных движений не произошло. Котел потихонечку закипает заново. Менделеево 128 дробь 1, мы вот общались на прошлой неделе, и я понимаю, что ничего не происходит, там какие-то движения вокруг этого деденка, причем следствие ведет себя как обманутая невеста, значит, и совершенно непонятно, к чему это все идет, и надежды на то, что будет извлечена хоть какая-то справедливость из этой ситуации, нет, совершенно никакой. А со стороны города, ну, там, мадам-победительница на конкурсе скороговорок сообщила, что дважды посещал этот объект Мустафин, ну и что, полегчало? Мустафин посетил, и что? Началась стройка, ну, в общем, я не знаю. По остальным объектам примерно то же самое, цветы Башкирии готовятся уже начать голодовку, видимо, созревание вот этих всех процессов случится аккурат к приезду Путина. Ну, посмотрим, никаких существенных изменений, повторюсь, в этой сфере не произошло, обещания становятся все более абстрактными, цифр уже не звучит, дат не звучит. Ну, единственным, наверное, счастливым исключением из этой ситуации может быть назван объект Серебряный ручей, по которому мне лично просто удалось получить на прошедшей неделе некоторые цифры и данные, которые, собственно, не звучат официальными скороговорками, но я их озвучу вот помедленнее, да? Во-первых, мне стало известно, что вот этот процесс выдачи кредита по ВТБ или Сбербанку точно завершится 27-го, 31-го мая, то есть деньги будут перечислены в течение, значит, двух недель после вот этих дат. То есть договора будут заключены 27-го, 31-го, в течение двух недель после этого деньги 100% поступят на счета. Как будет выбираться банк, я вот порасспрашивал, и мне ответили, что по очень простому принципу, минимальные проценты и самые выгодные условия, значит, как бы тот банк и победит, то есть ВТБ или Сбербанк. Ну и, в общем-то, продаются эти нежилые помещения, хотя очень медленно. По Серебряному ручью процесс получения кредита напрямую связан с процессом выкупа бизнес-центра Салават Юлаев, и когда в конце мая банкиры завершат свои все вот эти дела с бумагами и договорами, автоматически будет выкуплен бизнес-центр и пойдет процесс постройки. Единственный объект, на котором все более-менее понятно, и понятна перспектива, значит, и откуда возьмутся деньги. По всем остальным абсолютная тишина. Еще одним событием, связанным с судебной системой и всевозможными уголовными делами, было событие вчерашнего дня. Это внезапное освобождение Евгения Гурева из-под стражи и перевод его на домашний арест. Ну, во-первых, я приветствую это событие, потому что не видел оснований, и суд, кстати говоря, тоже их не усмотрел со стороны следствия для ареста Евгения Гурева. Во-вторых, я считаю этот арест и удержание его в течение 47 дней в камере, ну, очевидной, откровенной попыткой давления с целью выбить какие-то признания и показания, которых не было на самом деле. И, в-третьих, я сторонник прямого состязания сторон в суде, а не при закрытых дверях за решеткой и в условиях неравенства позиций и сторон. Ну, в общем, посмотрим. Впереди двухмесячный срок разбирательства, который определил суд. Может быть, он будет продлен, может быть, 20 июля дело передадут в суд. В общем, в этой истории еще будем разбираться, будем ее самым тщательным образом освещать. На прошедшей неделе в четверг со мной случилось странное. Как я уже говорил в фейсбуке, внезапно меня пригласили пообщаться с руководством Министерства транспорта и дорожного строительства или комитета господином Мухаммедьяновым Тимуром Рафисовичем. Мы целый час ходили с ним вокруг Советской площади и тестировали его программу «Дорожный эксперт». Ну, вообще, было забавно и интересно. А потом мы два часа еще общались с господином Хусаиновым в мэрии, первым замом мэра города Уфы. На более широкий спектр проблем обсудить нам удалось. Это и ремонт подъездов, и ямочный ремонт, и всевозможные вот эти аспекты с перекрытием дорог и тем, как с этим бороться. Вообще, честно говоря, я не понял, что случилось и что это было. Была ли это попытка задушить в объятиях или все-таки это какая-то была имитация или потребность действительно взаимодействия, я не знаю. Предлагаю посмотреть сюжет на эту тему, которая у нас выйдет буквально завтра. Мы это все снимали на камеру и все это покажем. И вот зрители в комментариях, наверное, правильно оценят, что происходило, и потом уже решим, что это было вообще имитация, какая-то ловушка или действительно искреннее стремление к контакту и взаимодействию и поиску каких-то решений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова